И в агонии в воду, спасая тысячи человеческих жизней и не жалея самих себя, сотрудники МЧС вступают в бой с природными и техногенными катаклизмами. Катастрофы, конечно, эффективнее предупреждать, чем ликвидировать, но готовым нужно быть ко всему всегда и везде, говорят сами спасатели. Хотя в большинстве случаев речь идет все-таки о текущих проблемах. Порвалась труба большого диаметра и затопила территорию университета, хотя эти водопроводы, теплоцентральные, находились в распоряжении города. Перед Новым годом как раз это было. Ну, студенты от корпусов до общежития не могли добраться. Паши колды, кипяток. Защита российских городов от чрезвычайных ситуаций – приоритетное направление государственной политики. На развитие и модернизацию сферы гражданской обороны средства выделяют в первую очередь. В Самаре в прошлом году разработали проект системы городского оповещения. Год назад каждая из этих сирен включалась так называемым местным запуском. Что это такое? Это надо было прийти по адресу, нажать на кнопку в определенное время и будет работать одна сирена. На сегодняшний день мы можем из ЕДДС нажать на одну кнопку и заработают сразу 117 электросирен. Совершенствовать работу гражданской обороны необходимо. Только за прошлый год на территории России произошло 1050 чрезвычайных ситуаций, техногенных из которых 75%. Каждый день спасатели, рискуя собой, оказывают помощь на воде, в воздухе и на земле. Обсудить итоги работы за 2014 год собралось около 300 представителей руководящего состава отрасли гражданской обороны и защиты населения. Также спасатели выступили с докладами и рассказали об операциях, проведенных за прошлый год. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.